Добрый вечер! И как всегда, мы подводим итоги недели в городском хозяйстве, ну и также, учитывая то, что заканчивается год, подводим итоги года. Год был достаточно тяжелый в этом году, серьезные изменения в нашу работу внес карантин, но тем не менее, нам есть что сказать. Сегодня начну с ЖКС, с этой работы ЖКС в этом году. Достаточно много выполнено работ, достаточно серьезные объемы выполнены по текущим ремонтам силами ЖКС. Несколько цифр. Это ремонт парадных, мы говорим о 31 тысяче метров. Я не говорю о количестве домов, так как там это разная этажность. Мы говорим о ремонте перекрытия. Если говорим за крыши, то это более 1100 домов. Если мы говорим о ремонтах сетей электроснабжения, это 815 домов. Также достаточно серьезные и большие объемы выполнены по ремонте сетей канализации, более 600 домов. Также достаточно много выполнено замены окон и так далее. Помимо этих текущих отработ, есть еще системные изменения в отработе нашего ЖКС. В первую очередь это, конечно, то, что уже в этом году в ЖКС начали появляться лицевые счета домов. А с помощью лицевого счета дома, жители дома могут в первую очередь контролировать непосредственно те расходы, которые на их дом несет ЖКС. участвовать в, скажем так, жизни дома. Ну и, безусловно, формировать как доходную, так и расходную часть дома. Помимо этого мы начали вводить электронные паспорта домов. Начали делать это в конце года. Но работа также будет вестись достаточно системно. И совсем скоро, я думаю, все наши дома, это получат многоквартирные дома ЖКСов, это получат электронные паспорта. Помимо этого, хотелось бы отметить, что всю эту информацию вы можете получить как на тех собраниях отчетных, которые ведут наши ЖКСы, так и с помощью многих информационных ресурсов, которые также в этом году в ЖКСах стали доступнее. Это и многоканальный телефон 1501, это и с помощью социальных сетей, и в каждом ЖКСе, хочу напомнить, уже работают информационные центры, где вы можете это получить достаточно оперативно, полную информацию. Нет уже необходимости в визитах, в долгих очередях. Сейчас мы, наши ЖКСы, стали намного мобильнее и намного доступнее. Если говорить о наших системных изменениях, хотелось бы вспомнить и за транспорт. А именно, это КУСМЭП, который пересматривает эти подходы в своей работе. И в 2021 году мы уже не увидим на одесских дорогах эту нестойкую нукраску, на которую зачастую жалуются жители города. Мы будем это переводить, нашу разметку в городе, то есть ту разметку, которую наносит это КП КУСМЭП. Будем уходить от обычной нукраски и переходить на жидкий пластик. Это более долговечно, это более эффективно, ну и выглядит, безусловно, намного лучше. Также те пилоты, которые в этом году начал использовать это КП СМЭП, те новые решения, которые мы испытываем в нашем городе. Сейчас речь идет о дублирующих, это светофорах, которые наносятся на пешеходной зоне. Такие можно увидеть на улице Дерибасовской угол и Екатерининской. Также будут установлены на Дерибасовской угол греческой. И в дальнейшем в центре города будем устанавливать эти дублирующие ленты светодиодные, так как они действительно хорошо себя зарекомендовали. И отзывы у жителей и гостей города, самое что ни на есть, это теплые и положительные. И в завершении хотелось бы отметить, что в конце года, как любая хозяйка в доме, мы в Одессе сделаем генеральную уборку. Уже в эту субботу силами ЖКСов и силами наших ЭТКП выполнены субботники по центру города и по паркам и скверам. На следующую субботу мы также выйдем на генеральную уборку города, если нам позволит это сделать погодные условия. И Новый год нас ждет в ярком, светлом, чистом городе. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч!